В Учки-Кене карачаевский и черкесский с аншлагом прошел спектакль «Вершина» о депортации карачаевского народа. Режиссер постановки Сергей Пронин играли актеры из Санкт-Петербурга. В эксклюзивном интервью автор «Идеи» и генеральный продюсер Денис Минкин рассказал Али Динаевой, как они готовились к премьере в Карачаево-Черкесии, о творческих планах и многом другом. Здравствуйте, Денис Юрьевич. Вот сейчас завершилась премьера в Черкесске, спектакль «Вершина». Расскажите, пожалуйста, как получилось, что вы решили поставить спектакль, цель спектакля и задача какая? Конечно, я никакого отношения к сцене не имею. Это, в общем, моя такая придурь в какой-то мере была попробовать себя в этом плане. И цель-то была, собственно, не собственное творчество, а отдать должное истории вашего народа, отдать должное истории одной семьи, которая мне близка, которая мне дорога, семьи Беджиевых, который посвящен Белялу Беджиеву в этот спектакль. Ну, собственно, наверное, и получилось так. Денис Юрьевич, у нас большая страна, многонациональности, культура, быт, традиции карачаевского народа жителям Петербурга, ну, может, не так хорошо знакомы, вот вживаться в роль, узнавать историю. Работа проделана объемная, сколько она по времени заняла, вот сложно было им вживаться в роль? Страна большая, народы разные, но я должен вам сказать, что беды-то у народов одинаковые, как правило, и надо сказать, что депортация ведь касалась не только народов Кавказа и не только карачаевцев. Здесь, на Кавказе, с карачаевцев начали, дальше продолжили и балкарцами, и чеченами, и ингушами. При этом и в других частях России это происходило. Якорел, например, по национальности, финнов депортировали из Ленинградской области в огромном количестве, начали за 11 лет до Кавказа. Просто, к сожалению, мы мало друг о друге знаем. То, что касается такого вживания в роль, это надо скорее на два актера спрашивать, но я должен сказать, что они все в основном, если вы заметили, молодые, и они горят этим спектаклем. Он им запал в душу с самого начала. Мы сами плакали на репетициях, сами играли это очень искренне и старались свою душу отдавать. Ну, поэтому, может быть, так и получилось. Спектакль мы... Ну, я затеял-то его давно. Другой вопрос, что это дело тонкое. Я не очень решался к этому приступить, начиная от того, что я не профессионал, и кончая тем, что тема, вообще-то говоря, аккуратная, тоненькая. Здесь затрагиваются вопросы и национальные, и вопросы веры. Я чужой человек здесь в этом плане, но когда я все-таки решил попробовать, я приехал сюда в семью, в которой я очень часто бываю. Это семья Байрамуковых в Римгорке. Пришел к Абукали Байрамукову. Он сам прошел депортацию ребенком. Он и есть прообраз Сиита в этом спектакле. Я к нему пришел и спросил разрешение, могу ли я взяться за эту тему. И он мне разрешил, в какой-то мере благословил на это дело. Вот с этого момента у нас ушел год, примерно на подготовку спектакля. Мы очень много перечитали фактического материала и книг, ну, тех, которые на русском языке, потому что много на карачаевском, увы. Здесь есть ограничения. Пересмотрели фильмов там и каких-то интервью, и есть художественный фильм про депортацию. Депортацию. Постарались сделать немножко не так, как это было до нас. Думаю, что нам удалось. Мы постарались так не ужасы показывать и не смерти на сцене, а показать как раз веру в будущее, показать то, что гордость народа, его честь, она не сломлена. Смерть героя в определенной степени бессмысленна, но он показывает этим то, что у народа есть будущее, то, что он верит в это. И благодаря этой вере все, конечно, и возродилось. Каждый человек, сидя в зале, лично я смотрела в очки Кении, вспоминает историю своей семьи. Как бы проносится вот в мыслях перед глазами. Мой дедушка, как и вот герой вот этого спектакля, вернулся с фронта, не зная, что его семью выселили. Но потом его отправили в Казахстан, но, к счастью, он встретился с семьей. На самом деле, действительно, очень много интересных и встреч, и таких моментов, которые придают уверенности, что мы, в общем, сделали правильную вещь. Вчера подходил, ну, он уже, может, не парень, ему лет 40, наверное. В Карачаевске, да? В Карачаевске, да. Он подошел со слезами на глазах, несколько раз меня благодарил. И потом признался, что у него бабушка, по сути, вот прообраз нашей Фатимы, она в 16 лет, девочка еще на работе на полях в Казахстане, получила звание Героя Социалистического Труда. То есть это стопроцентное совпадение. При этом это никто так мы не подделывали. Вчера с нашим дедушкой Сиитом стали фотографироваться три женщины в Карачаевске. Он их спрашивает, почему именно со мной-то? Я не самый симпатичный тут. Они говорят, так вот у нас дед там, по-моему, был директором школы. Значит, кто-то вечером, когда уже обсуждали этот спектакль, кто-то говорит, я тоже Хубеев. Ну, это понятное совпадение. Ваши клановые фамилии, их много, но они все-таки тут совпадают часто. Каждый находит что-то свое. Никто это не подделывал специально. Считайте, что это магия искусства в какой-то мере. Но было бы еще более интересно, то, что вчера вдруг в труппе начали всплывать определенные факты. Одна актриса сказала, что у нее мать была депортирована как немка и вернулась там по некому блату. Ей удалось попасть не в дальние какие-то регионы, а в Воронеж. Вот она там заканчивала театральный институт. Ну и так далее, и так далее. И среди нас эти истории тоже есть. Когда вы первый раз приехали в Карачаево-Черкесию, что вообще, не знаю, удивляет, поражает, возмущает, когда ты видишь культуру, быт народа? Ну, вы знаете, тут есть вещи традиционные, которые, наверное, отмечаю не только я, это ваше совершенно потрясающее гостеприимство. Сегодня после спектакля выступал здесь... Включая Борис Хаджахматович. Да, и он сказал, что я приглашаю вас, давайте сделаем традиции, регулярное посещение Карачаево-Черкесии. Я думаю, что нам придется менять сценические костюмы, потому что такое количество хычинов и мяса, что в одни размеры мы не влезем потом. Но мне, если честно, я в Карачаево-Черкесии первый раз был, может быть, лет 10-12 назад. И мне, честно говоря, я больше удовольствия получаю не от экзотики, не от того, что я нахожу что-то отличное от наших мест или от наших людей, а от того, что я постепенно здесь становлюсь своим человеком. Там, может быть, произношение мое не позволяет, но кто-то мне сказал, что я уже практически илю здесь. И вот эта высокая оценка очень приятна. Приятно, когда бываешь в домах, когда к тебе уже относятся не как к заезжему гостю-туристу, а как к своему. Но это, кстати, тоже может быть причиной того, что спектакль удался, потому что за эти годы я тут много чего увидел, через себя пропустил. История про гостеприимство. В Карачаевске на базаре мы покупали какие-то там арбузы, и я зашел в ларек, такой маленький магазинчик, где продают всякие мелочи. Ну, все, что может быть освоено местными покупателями, что составляет бизнес местного предпринимателя. И я туда заходя, вижу краем глаза, что в углу стоит стол, и хозяин этого магазина, он же продавец, ест суп. Я, проходя просто изверженностью, говорю, здравствуйте, приятного аппетита. И он одним движением руки, совершенно не замешкавшись, ставит на стол вторую тарелку, наливает туда суп, говорит, спасибо, садись поешь, пожалуйста. Вот это, на самом деле, конечно, для приезжих потрясающе. А суп вкусный был? Суп неплохой, да. Вы мне рассказали одну интересную деталь про дедушку Абукали, что вы приедете летом к нему в гости. А тут, вы знаете, у меня родители умерли. Отец давно, мама тут два года назад. И любого человека оттянет там прижаться к морщинистой щеке, какое-то тепло ощутить, с кем-то поговорить, как со старшими. В определенной степени, конечно, родителей не заменишь, но в определенной степени и Абукали, и его жена Гукаджан для меня стали таким родительским домом. Их дом стал. Я для них тоже. У Абукали трое дочерей, у него такая тяжелая жизнь, я думаю, была. Пришлось много работать. И он во мне там что-то такое аналогичное сыну пытается найти. Вот он мне говорит, ты можешь летом приехать? Сейчас уже заехал по спектаклю, а можешь летом? Могу, а чего? Он говорит, я дам тебе корову пасти свою, она у меня своенравная, будешь ее искать, а я соседям буду рассказывать, что вот у меня профессор Минкин, доктор наук, но так как он мне сын, он у меня корову пасет. Мне будет приятно. Договорились вроде как. Теперь придется летом брать отпуск и приезжать помогать, да? Ну да, я причем думаю, что он готов коровой пожертвовать, знаю мою неспособность пасти. Позавчера в Малокарачаевском районе сказали, что вы уже себя чувствуете местным жителем. Правильно? Сегодня официально Борис Хаджи Ахматович на сцене сказал, что вы все жители Карачаева-Черкесии. Теперь у вас официальный статус жителя Карачаева-Черкесии, что обязывает приезжать почаще еще к нам в гости. А в дальнейшем творчеством заниматься планирует? Я имею в виду спектакли, пьесы. Вы знаете, вчера тоже так обсуждали мы с карачаевцами в Карачаевске. И они высказали такую мысль, что получился хороший спектакль, но он трагический. Можно ли попробовать попросить, ну не меня, конечно, а Пронина, как автора сценария, написать про карачаевцев пьесу веселую, может быть, комедийную. И я пометуя о том, как карачаевцы опаздывали на все наши спектакли и приходили через час после его начала, основываясь на своем обычае опаздывать на свадьбу, придумал рабочее название «Карачаевцы.Сигналы точного времени». Вот, может быть, попробуем такую выпустить. То есть уже начало есть, да? Да, конечно. Спасибо вам большое от имени всех жителей Карачаева-Черкесии за спектакль, за интервью, успехов в жизни, в работе. Спасибо. Спасибо большое.